Андрей, ну осталось три дня до истечения срока, отведенного президентом Путиным своим подчиненным для перехода на оплату за рубли российского газа. И Евросоюз, полностью внесенный в список недружественных стран, и Большая Семерка, наотрез отказываются платить рублями. И при этом сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно повторил, что Россия, цитирую, не будет заниматься европейской благотворительностью. Вопрос, технически Россия может сразу перекрыть газ в Европу? Так, по порядку. Значит, Песков. Это типичная кремлевская подмена понятий. Никакой благотворительности нет. Песков уводит в сторону от сути дела дискуссию. Якобы Европа не хочет платить за российский газ. Европа намерена и дальше платить, как и написано в контрактах, в евро и долларах. Просто Россия меняет условия и требует, чтобы они подчинились. Второе. Обратим внимание. Отказались этому ультиматуму из Кремля следовать Большая Семерка. А фактически это Германия, Италия, Франция и Великобритания. Потому что США, Канада, Япония трубопроводный газ не получают. Но нет единой позиции 27 стран ЕС. То есть я допускаю, что некоторые страны ЕС, восточноевропейские, с молчаливого согласия Брюсселя будут осуществлять эти сделки в рублях, потому что у них просто зависимость настолько высока, что они не смогут иначе удержать. Как даже в Болжаре, о которой мы как-то уже говорили. Совершенно верно. Теперь технически. Технически не проблема. Мы даже видели в 2009 году, как это делается. Можно закрыть Северный поток-1, и тогда перестанут поставки идти в Германию, которая сейчас председательствует в Большой Семерке, поэтому уж точно не будет переходить на рубли. После того, как под ее руководством принято это решение. Можно закрыть, что собственно и было. Он пустовал газопровод, который идет, Ямал-Европа, который идет через Беларусь и Польшу. И можно частично ограничить поставки через Украину, поставляя тем странам, которые, может быть, согласятся платить в рублях. Так что технически тут проблемы нет. Возникнет вопрос, а что делать с этим газом в России? Тоже пока не проблема, потому что кончается отопительный сезон, будут наполнять российские газохранилища. Но в какой-то момент система начнет раздуваться от газа. И где-то летом, наверное, станет вопрос, либо сокращать добычу «Газпрома», либо все-таки договариваться с европейцами, не хотят ли они взять газ. Андрей, ну а нет ли возможности, что страны ЕС будут закупать рубли не у Центрального банка России и у банков российских, на которые наложены сейчас санкции, а, предположим, в Китае или той же Индии? Да, добавлю еще Казахстан, возможный вариант, Турция, допускаю, имеет определенные объемы в рублях, может быть, даже Иран, хотя он такой санкционный, но всякое бывает. Но это будет очень волокитная и очень морока, в общем, короче говоря. Это будет лихорадить все время рынок. И все европейские партнеры, даже те в Восточной Европе, которые будут вынуждены какое-то время в эти рублевые игры играть, будут спать и видеть, и о днем работать, чтобы избавиться от этой необходимости. Но теоретически, наверное, это возможно. И думаю, что кто-то по этому пути и пойдет. Вынужден будет пойти. Ну, а что будет, Андрей, если Россия перекроет Германию газ, несмотря на то, что сейчас, конечно, конец отопительного сезона, но впереди у нас еще зимы, и я надеюсь, не одна только. Мы что, будем мерзнуть? Во-первых, меня смущает то, что мы сейчас, еще апрель не начался, уже говорим об осени. Готовься они летом. Это совершенно верно, это правильно. Но мы видим, что военная кампания явно пробуксовывает. Россия не одерживает победу, а скорее идет к поражению. Так что к осени ситуация может сильно измениться. В этом смысле, конечно, правильно прогнозировать ситуацию на осень. Но уже сейчас трястись от холода, хотя теплеет, в Европе и Германии, в частности, не стоит. Тем не менее, конечно, это создаст проблемы. Проблемы, между прочим, почему-то все время говорят о том, как будет плохо Германии и Европе. Но я вот посчитал по благополучному 2019 году. На Германию приходилось четверть всех поставок в Европу. А Европа – это главный рынок сбыта Газпрома. Он не может те трубы, которые идут из Западной Сибири, направить на восток. Когда-нибудь через 10 лет можно какую-то трубу построить, но сейчас просто не пойдет этот газ. Владимир Путин очень увлекался газопроводами. Из-за того, чтобы строить СПГ-терминалы, тогда можно было бы все отправлять в Азию. А он строил газопроводы. Они все в Европу идут. Поэтому Газпром потеряет. Одна Германия – это четверть продаж. Если взять вот эту большую семерку, то есть четыре страны – Германия, Италия, Франция и Великобритания – это больше половины. Больше половины российских продаж можно потерять сразу. Так что валюты тоже станет сильно меньше в стране, которой валюта весьма нужна. Что касается Германии, если 31 марта Газпром объявляет, что мы закрываем вам вентиль, то это будет экстремальной ситуацией для Германии. И Германия начнет принимать экстренные меры в экстремальной ситуации. А какие экстренные меры? Значит, есть план у федерального агентства по сетям. О нем много писали в связи с Северным потоком-2. Когда они сертифицируют, когда примут решение. Да, вопросы лицензии. Вот, вот. Это то самое агентство, которое еще осенью 2019 года. Почему осенью 2019 года? Помнишь, тогда тоже истекал десятилетний договор с Украиной. Было неясно вообще, продолжится ли поставки через Украину. Продолжились, как известно. Пятилетний договор заключили. Так вот, там разработан план. План, что делать, если физически будет не хватать газа. Не вопрос. Тут же тоже надо различать. Мы говорим о ценах. Цены бешеные. Но при бешеных ценах тот СПГ, тот жижный газ, который шел в Азию, пойдет в Европу. То есть физически может и оказаться достаточно много газа. Просто очень дорогого. Но может возникнуть ситуация, когда он будет физически недоступен, недостаточно. Или цены абсолютно заоблачные. Значит, есть план, кого отключают. Значит, сначала есть, например, механизм, когда поставщики могут на рыночных условиях договариваться. Какой-то потребитель промышленный отказывается от газа и получает некую компенсацию. То есть они говорят, мы месяц готовы без газа обойтись, договор приостанавливаем, получают компенсацию. Дальше. Потом пойдет отключение. Будут отключать газовые электростанции. Не все, некоторые принципиально важные оставят. Но это проблема не очень большая, потому что на газовые электростанции приходится примерно 15% генерации электроэнергии. Это можно заместить. Потом встанет вопрос уже о промышленности. Это серьезно. Будут отключать промышленные предприятия. Это мы уже на самом деле говорим об осени. О том, мерзнуть или не мерзнуть. Мерзнуть мы с тобой начнем только если отключат всю промышленность и все еще будет не хватать газа. И только после того, как нас, рядовых потребителей, отключат, будут отключать больницы. Вот есть такой четко проработанный план. Но я думаю, что это план на самый худший случай, который не наступит. У нас впереди лето, а за это лето много чего может измениться. Андрей, ну и еще один такой очень важный вопрос. Сегодня на московских торгах серьезно укрепился рубль. Его актуальный курс, я сейчас посмотрю, доллар 86 рублей, евро 96. Скажи, чем можно объяснить такую тенденцию? Очень неликвидным рынком, на котором происходят некие виртуальные торги в условиях отсутствия реального баланса между спросом и предложением. Надо просто понимать, что, ну, во-первых, начнем с того, что такие колебания евро то 150, то 95. Да, да, мы еще помним, что... Это, а раньше 80, да, это такая волатильность, которая, при которой невозможно никакой нормальный, даже среднесрочный бизнес, не говоря уже о долгосрочном бизнесе делать. Но это так, ремарка. Так вот, сейчас мало спроса на валюту, да, потому что импортеры ничего не покупают, все закрыто, туристы ничего не покупают, никто никуда не ездит. Западные компании либо ушли, либо им запрещено выводить прибыль в валюте. То есть на рынке просто нет спроса в силу административных и санкционных и прочих кризисных явлений потребностей, спроса на евро, на доллары. И поэтому достаточно небольшие движения или предложения, например, от компаний, которые должны, обязаны продавать значение 80% своей валютной выручки, могут вызвать такие колебания. То есть я бы особо не обольщался. Плюс были надежды на эти вот турецкие переговоры в Турции, которые, судя по всему, особо ничего не дали. С другой стороны, может быть, есть надежда на то, что отводят войска, якобы отводят войска от Киева и Чернигова, то есть частично сворачивают военную операцию.